Добрый день, уважаемые зрители! Я приветствую вас на своем канале. Кто впервые очутился, хотелось бы о себе напомнить. Меня зовут Марат Валеев, я врач-кардиолог. На своем канале мы разбираем различные вопросы, касающиеся в основном кардиологии, конечно, ну и в целом вопросы о здоровье, о лекарствах, как правильно принимать лекарства. И вообще в целом стараюсь максимально простым языком рассказать о каких-то сложных медицинских вещах. Итак, сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Разбор лекарственных препаратов». Сегодня поговорим о таком популярном препарате, как цитрамон. Я думаю, каждый, наверное, человек так или иначе с этим препаратом сталкивался и, по крайней мере, о нем слышал. Прежде чем перейти к разбору препарата, рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, ссылку я оставлю. Там я регулярно отвечаю на ваши комментарии. И в целом ежедневно какая-то интересная информация выходит, поэтому подписывайтесь. Там много полезной и интересной информации. Итак, цитрамон. По своей фармакологической группе это препарат такого комбинированного состава. Он относится к анальгетикам и антипиретикам. В чем его особенность? Особенность этого препарата в том, что в нем есть три основных действующих вещества. Это ацетилсалициловая кислота, примерно 240 мг. Это парацетамол, примерно 180 мг. И кофеин, около 30 мг. В зависимости от производителя эти соотношения могут меняться. Но так или иначе, в его составе находятся три основных вещества. Это ацетилсалициловая кислота. Для кого будет проще? Это аспирин. Парацетамол, всем известный. И кофеин. Для того, чтобы понять, как же этот препарат работает, нам необходимо, естественно, посмотреть его состав и уже от этого отталкиваться. Как я уже сказал ранее, в состав цитрамона входит ацетилсалициловая кислота. Соответственно, цитрамон будет обладать жаропонижающим и противовоспалительным действием. Также он облегчает болевой синдром. Парацетамол, в свою очередь, обладает также жаропонижающим и анальгетическим действием. То есть, тоже он уменьшает боль и в меньшей степени обладает все-таки вот этим противовоспалительным действием, которым обладает аспирин. То есть, ацетилсалициловая кислота. Кофеин в данном случае выступает таким возбуждающим, наверное, фактором. Он все-таки уменьшает усталость, убирает сонливость и вообще оказывает такое стимулирующее действие на центральную нервную систему. Понятно, дозировка кофеина очень маленькая, поэтому не нужно ожидать каких-то серьезных изменений в работе нервной системы. Но, однако, даже эта небольшая доза все равно стимулирует нашу с вами нервную систему. Когда нужно принимать цитрамон? Многие действительно принимают цитрамон без каких-либо назначений, самостоятельно. Это, на самом деле, большая ошибка, так делать нельзя. Нужно четко соблюдать рекомендации. И в любом случае, прежде чем принимать какой-либо препарат, я всегда об этом говорю в каждом ролике практически, всегда читайте инструкцию. Если вы откроете инструкцию к цитрамону, то вы можете увидеть, что основные все-таки показания для применения этого лекарства является уменьшение болевого синдрома слабой и средней интенсивности. Это может быть головная боль, это может быть мигрени, зубная боль, различные ортологии, то есть, боли в суставах с жаропонижающим эффектом, то есть, для снижения температуры. Самое главное, что нужно понимать, что этот препарат все-таки не для постоянного приема, а для временного приема. Как же его нужно принимать? Как правило, он принимается по одной таблетке во время или после еды. Примерно 3-4 таблетки в сутки можно принимать. Максимальная суточная доза 8 таблеток. Это, конечно, достаточно большая доза. Я бы все-таки рекомендовал принимать цитрамон эпизодически и однократно, максимум в 2 раза. Почему? Дальше я объясню, какие есть у него противопоказания и побочные действия. Самое главное, что надо понимать, что минимальная доза – это 1 таблетка, максимальная доза – это 8 таблеток в сутки. Когда же все-таки принимать цитрамон нельзя? Так как в состав его входит ацетилсалицевая кислота, соответственно, если у вас имеются какие-то эрозиноязвенные поражения желудка, например, или 12-перстной кишки, если у вас есть какое-то, например, активное кровотечение или, может быть, было недавно кровотечение сильное. Вообще, если есть какие-то геморрагические диатезы или любые заболевания крови, которые связаны со свертывающей системой, нужно быть, конечно, крайне осторожным. Естественно, нельзя принимать его при тяжелых поражениях почек и печени. Особым противопоказанием является детский возраст. Как известно, ацетилсалициловая кислота нельзя принимать детям. Хотя в инструкции написано, что до 15 лет вообще за рубежом все-таки до 18 лет аспирин категорически противопоказан. Также особенностью этого препарата является то, если у вас есть какие-то аллергические проявления на компоненты ацетилсалициловой кислоты, например, так называемая аспириновая астма, или вообще у вас есть бронхиальная астма, нужно быть тоже достаточно осторожным. Естественно, нельзя принимать этот препарат во время беременности. Также нельзя принимать пациентов, у которых есть глаукома или выраженная, например, артериальная гипертензия, то есть при высоком давлении нежелательно принимать цитрамон, при тяжелом течении ишемической болезни сердца, при авитаминозе витамина К, и если у вас есть повышенная, например, возбудимость и нарушение сна. Еще раз хочу заострить ваше внимание на том, что я все-таки стараюсь акцентировать внимание на основных вещах. Еще раз повторюсь, всегда читайте инструкцию, потому что есть моменты, которые я не освещаю, поэтому я стараюсь все-таки останавливаться на самых актуальных и популярных вещах. Также одной из особенностей этого препарата является то, у людей, которые предрасположены к накоплению мочевой кислоты, у которых есть, например, подагра, он может спровоцировать приступ подагра. Тоже обращайте на это внимание. Если подвести итоги, хочу сказать, что препарат достаточно хороший, эффективный, он достаточно давно уже продается, он помогает, многим пользуется. Единственный момент, нельзя все-таки передозировать это лекарство и принимать его бесконтрольно и на ежедневной основе. Этот препарат принимается эпизодически. Это самый главный момент, который вы должны понимать, потому что побочных действий у него достаточно много и нужно быть, конечно, предельно внимательным. Вот такое небольшое информативное видео получилось. Оставляйте свои комментарии. Всего хорошего и увидимся в следующих роликах. Пока.